Непредсказуемый текст из 11 задания чтения в ЕГЭ по английскому языку для тех, кто понял жизнь. Поехали! Если вы только недавно решили сдавать ЕГЭ по английскому языку и вам нужна экстренная и качественная подготовка к экзамену, то welcome на экспресс-курс под моим руководством. Я качественно подготовлю вас к ЕГЭ за оставшееся время. Если вам необходим разбор вариантов ЕГЭ, включая письмо и говорение, то вам на практический курс подробная информация внизу под этим видео. Что предлагается в задании 11? Перед нами небольшой текст, где пропущены 6 фрагментов. Внизу даны 7 частей для вставки, одна часть лишняя. Какая же успешная стратегия выполнения задания 11? Первое, что необходимо сделать, это прочитать 7 частей для вставки и подчеркнуть то, с чего они начинаются. Союзы, частицы, приставки и так далее. Это важно, это поможет ускорить нам выбор и сделать его более точным. Очень важно, палец вверх, не зацикливайтесь на дословном переводе, поскольку, если вы не знаете слово, то оно к вам не придет внезапно. А время будет, к сожалению, потеряно. На экзамен оно жестко лимитировано. Следующее, что мы делаем, это читаем текст. Это важная тоже часть работы, решая очень много вариантов ЕГЭ самостоятельно. Я пришла к выводу, что необходимо, жестко необходимо прочитать 11 задание чтения полностью. Зачем это необходимо делать? Объясню. Опытным путем я выяснила, что, пожалуй, 11 задание чтения, это действительно задание на эрудицию. В том смысле, что все тексты и в сборниках, и на сайте ФИПИ, вот именно в этом задании, они посвящены жизни человека в целом. Это исторические события, научные исследования, все самое важное, что сопровождает нашу жизнь и то, о чем мы можем не знать. То есть, конечно, события 41 года, да, мы понимаем, о чем будет идти речь. Но какие-то факты и традиции какого-нибудь шотландского поселения, вряд ли мы будем все это знать. Поэтому сейчас, пока еще осталось время, очень важно переводить все эти тексты, потому что таким образом мы просто наполняемся знаниями и узнаем очень много нового. Потому что невозможно охватить все аспекты жизни человечества. То есть, после прочтения частей для вставки очень важно прочитать сам текст. Он не такой большой, но это позволит нам увидеть ход событий в самом тексте. Ни в коем случае здесь не концентрируемся на дословном переводе, это тоже пустая трата времени, перед нами не будет словаря. И тем не менее, это также ускорит выбор нужной части для вставки и сделает его наиболее точным. Проверено на практике. Далее, после прочтения текста мы непосредственно обращаемся к предложениям, где есть пропуски. Какие правила нам помогут сделать правильный выбор? Первое, это порядок слов в английском предложении. В целом, знание структуры предложения на наше счастье. И, спасибо, Господи, в английском языке устойчивый порядок слов, в отличие от русского, где мы можем как угодно все переставлять. И это очень нам помогает. Знания базовой пунктуации нам также очень помогают. Например, знание того, что перед союзом взгляд никогда не ставится запятая, действительно в нужный момент нам может подсказать кое-что. И еще такой момент, очень часто именно в этом задании пропущены предаточные описательные. То есть, проще говоря, дополнительная информация о чем-то. Какой-нибудь Ваня Петров, запятая пропуск, который что-то там сделал. Или там стул, запятая пропуск, да, который стоит на кухне. Как-то так. То есть, какая-то дополнительная информация. Такие предаточные описательные начинаются с союзов which, what, that, whom, who, and so on. Соответственно, если речь идет о каком-то одушевленном, то будет использовано слово who. Если он не одушевленным, which, that, and so on. Напоминаю, что перед that никогда не ставится запятая. И то есть, это в нужный момент нам может многое подсказать. Еще одно базовое правило для этого задания – это правило согласования времен. Его можно описать одним предложением – настоящее с настоящим, прошедшее с прошедшим. Это так просто, базово, не всегда, конечно, правда. Естественно, есть исключения и так далее. И тем не менее, мы всегда должны помнить о том, что если абзац написан в прошедших временах, то всегда задумайтесь о том, а почему это я хочу вставить предложение, часть предложения, которое написано во времени Future Simple. Все времена в данном абзаце, например, past simple, past perfect, past perfect continuous, and so on. То есть, это должно у нас вызвать вопрос. Это и есть правило согласования времен. Соответственно, если абзац будет посвящен настоящим временам, то, скорее всего, сюда необходимо будет вставить именно предложение в настоящем времени. Поскольку часть для вставки состоит не из двух слов, а это полноценное предложение, либо часть предложения, то очень легко можно проследить, в каком же времени здесь все написано. Это тоже одна из подсказок, важных очень, которые могут нам помочь. И, конечно же, удача нам может помочь, потому что, конечно же, нам очень повезет, если нам попадется текст и в целом событие, которое будет описываться в 11 задании чтения, о котором мы что-то знаем. Мы знаем хронологию событий, таким образом мы гораздо быстрее сделаем выбор и качественнее. Безусловно, тест есть тест, и мы никогда не можем предугадать, какой текст попадется именно вам в варианте, именно нам вам в варианте. Суть в том, что до экзамена необходимо, читая 11 задание, обязательно его переводить. Таким образом, мы увеличим вероятность того, что именно этот текст или какой-то подобный текст нам, к примеру, попадется, и мы сделаем правильный выбор. Вот что я хотела рассказать вам об этом задании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите, как вы решаете 11 задание чтения, вызывает ли оно у вас сложности, или все окей, отлично, и вы получаете по максимуму баллов всегда. Ну и 100 баллов за иго тебе. Пока.